Беженцам в Италии больше не рады, отныне по распоряжению МВД все порты государства закрыты для лодок с мигрантами. Новое итальянское правительство решительно принялось исполнять предвыборные обещания, среди которых, кстати, и снятие санкций с России. Лента.ру наблюдала, как работает новое итальянское правительство от народа. Мы должны решить, суждено ли нашей национальности, нашей белой расе, нашему обществу существовать или им суждено быть уничтоженными, заявлял перед выборами Фортилья Фонтана, член победившей впоследствии партии Лига. Российские нотки. Беженцев, что, по оценкам итальянских СМИ, обещало скорую депортацию примерно полумиллиону понаехавших. Но итальянцы прекрасно знали, что от бесконтрольного наплыва мигрантов хорошо двум силам, чиновникам и мафиазии. Обе извлекали из него немалую финансовую выгоду. А первую, еще и политическую, поскольку обставляли все как родение благосостояния всей страны, точнее, как забота о демографии, с которой благосостояние начинается. В последние несколько лет численность коренного населения Италии постоянно уменьшается. При этом средняя продолжительность жизни растет, а показатели рождаемости падают. Иными словами, производящая блага цивилизации прослойка становится меньше, зато потребляющая, увеличивается, поднимая планку пенсионного возраста, и таким путем уменьшить число нахлебников, одна из составных частей решения проблемы. Но это, в свою очередь, повод для определенной группы политиков помитинговать и набрать очки в борьбе за так называемые европейские ценности. Европейцы, как они считают, заслужили право на гедонизм, то есть пользование всеми благами цивилизации без излишних трудовых затрат. Беженцы как бизнес-проект на задачу улучшения демографической статистики никто не снимал. На собственные возможности европейцы в общем и итальянцы в частности не особенно полагаются, повседневная забота о детях отрывает от приятного времяпрепровождения за рюмкой чая на борту круизного лайнера, похода на стадион, просмотра телесериала. Поэтому демографическую проблему стремятся решить быстро и просто, пригласив чужестранцев, Которым можно, кстати, и платить за работу меньше, чем местным точка по замыслу чиновников, беженцы с Ближнего Востока, из Северной и Центральной Африки должны усердно работать, чтобы обеспечить беззаботное существование как можно большему числу итальянцев. При этом для власти и для мафии сам процесс приема мигрантов – шанс заработать. Чиновники получают средства на то, чтобы подобрать и обогреть несчастных. Деньги, конечно же, распиливаются. Параллельно нужно разрабатывать все новые системы защиты границ от нелегалов. Только за первые 15 лет 21 столетия компания «Фен Мича Нича», «Италия», «Айрбус Италис», «Франция», «Индра», «Испания» – четыре основных поставщика сигнально-защитного оборудования, предупреждающего о проникновении незаконных иммигрантов в страны ЕС, заработали 1,6 миллиарда евро, утверждают специалисты проекта «Теммигрантс Филис». В эту сумму не входит зарплата людей, отлавливающих нелегалов на границах.Мафия, естественно, тоже не в накладе. Согласно информации британской «Тэфинанчи Альтимис», отлаженные маршруты из Ливии в Италию и из Турции в Грецию приносят итальянским группировкам «Казаностра», «Каморо» и «Индрангета», фактическим держателям контрольного пакета маршрутов, до 1 миллиарда евро каждый год. Мафия получила фактически все это по подряду от правительства, намеренно эта передача производилась со стороны власти или все было отжато аркпреступностью по причине бездействия газорганов, это вопрос к прокуратуре. А пока примерно 800 миллионов евро, выделяемых на обустройство центров по приему беженцев, их питание и образование, осели в кошельках «Каморо» и ей подобных, утверждала в интервью тому же изданию год назад глава организации по борьбе с мафией Либера Габриэла Стромачани. Именно поэтому на защиту обездоленных беженцев выходят не только сердобольные граждане Европы, но и вполне организованные определенными кругами активисты. Любопытным кажется тот факт, что в противовес решению правительства о закрытии портов парочка сицилийских мэров заявила о готовности и желании принять несчастных беженцев самостоятельно. Мафия сама подбирает иммигрантов в море неподалеку от берега, пересаживает на свои посудины, этим эксклюзивно занимается сицилийский клан Брунета, получает с них въездные пошлины, после чего сгружает на берег. Дальше беженцев подбирает другая мафиозная группа, Капитали, которая занимается прохождением прибывшими минимального медицинского контроля и последующим распределением нелегалов по центрам приема иностранцев на Сицилии, в Неаполирине. Банды используют кооперативы общественные и некоммерческие организации, держа их под пятой и вытягивая в свой карман выделяемые им государственные средства. За большого наплыва беженцев полиция просто не в состоянии уследить за всем происходящим, или просто не горит желанием это делать. Креативные подходные итальянские власти решили действовать хитростью. Согласно морским писаным и неписаным законам, любое судно обязано оказать помощь терпящим бедствиям. Всех плывущих на малокомфортабельных, и, как правило, нудовных, судах одноразового применения принимающая сторона, будь то мафия или государственные структуры, считают потерпевшими кораблекрушения. Но Рим нашел выход, нелегальных мореплавателей спасатели подбирали за пределами 12-мильной зоны, являющейся, опять-таки, по всем нормам территорий, принадлежащей государству, принимали в нейтральных водах. А теперь доставляйте в ближайший к месту производства спасательных работ порт. Ближайшей землей оказалось не Сицилия и не Апеннинский сапожок, а Мальта, которой незваные гости тоже были не нужны, и потому мальтийцы быстро провели расследование, в результате которого выяснилось, что 629 незаконных пассажиров спасательного корабля «Аквариус» французской неправительственной организации «Сосьми детей» ранее собраны в шести разных точках Средиземного моря, и как тут определять, куда их теперь? В общем, малька гостеприимства тоже не проявила точка и тут в Италии очень кстати вспомнили еще одну весьма важную деталь. Еще осенью 2015 года Европейская комиссия выделила деньги из общесоюзного, а значит, и итальянского тоже. Бюджета на операцию наформить, патрулирование военными кораблями различных стран ЕС, испанский фрегат Ченериас, итальянский авианосец Чаваур, несколько кораблей германского и британского флотов, нейтральных вод вблизи Ливии с целью перехвата лодок с нелегалами и немедленного возвращения их к месту отчаливания, чтобы на статус потерпевших кораблекрушений не претендовали.Рим рассудил, если все же лодки с иммигрантами достигают ввод евросоюзных государств, значит, патрульные несут в авто плохо, пусть скажут спасибо спасателям, примут от них беженцев и увезут обратно в Северную Африку или на Ближний Восток. Деньги уплачены, отрабатывайте. После суточного шума в европейской прессе беженцев решила принять Испанию, едва заступивший на пост премьер-министра Пиренейского королейства социалист Педро Санчес сделал широкий жест, вряд ли задумываясь о последствиях.Точка сначала, родина, потом, Евросоюза в итальянском правительстве о последствиях как раз начали думать. Новое руководство страны считает, что пребывающие на правах незваных гостей нелегалы не стремятся адаптироваться к нормам и традициям хозяев, не торопятся искать работу, предпочитая жить на вполне достойной социальной посаде. Да еще и не ограничивают себя в репродуктивном удовольствии. Если средняя рождаемость коренного населения ведущих европейских стран, Франция, Германия, Италия, не превышает 1,8 ребенка на семью, то в арабских семьях, прибывших с Ближнего Востока, детей обычно трое-четверо, а у афро-французов и афро-итальянцев их число доходит до восьми. Пока компромисс такой, демографические проблемы решать, конечно, надо, но не в ущерб национальному самосознанию. 120 тысяч иммигрантов прибыли в Италию за 2017 год, это только официальная статистика. В настоящее время иммигрантская прослойка составляет более 9% населения страны, мнение о перспективах политики в отношении иммигрантов расходится. В Европейской комиссии уже занялись изучением финансовой составляющей этого вопроса. Несмотря на то, что ЕС сильно потеряет в деньгах из-за выхода Великобритании, на мигрантах это не скажется отрицательно, наоборот, на ближайшую перспективу, 2021-2027 годы годы. В правительстве и сообщества планируется почти троекратное увеличение выделяемых фондов на прием. Размещение и адаптацию беженцев, с 13 миллиардов, отпущенных на эти расходы в 2014-2020 годах до 34,9 миллиарда, пишет испанская ЛПИС. И тут же ставит под сомнение, что внутри ЕС страны смогут вообще о чем-то договориться. Дебаты по этому вопросу назначены на 28-29 июля нынешнего года. Надо полагать, итальянский пример может стать заразительным и создать еще один пункт раскола в ЕС. Заявление министра по делам семьи инвалидов Лоренцо Фонтана о том, что гомосексуальных семей не существует. Рождаемость в стране, конечно, не подхлестнет, но по крайней мере обозначит, что у политиков некоторых стран ЕС приоритеты меняются. В Италии могут прийти к власти противники всего того, что Содружеством 27 создавалось в течение многих лет. Правление блока, которое по сути своей является организацией, работающей против годами сложившегося истеблишмента, может стать началом конца ЕС, сокрушаются журналисты Албайс. От миграционной политики, проводимой Брюсселем, время открестились, ГЕФ выводит за скобки нормальной жизни. Следующими пунктами программы правительства Джузеппи Конти значились отмена антироссийских санкций, возможный возврат Италии к собственной валюте и частичное списание государственного долга. Интрига закручивается все сильнее. Продолжение следует...